И вот 1 августа 1431 года армия крестьяносцев, которая, конечно же, опять насчитывала 100 тысяч человек, конечно же, вторгается в Чехию, в Богемию и устремляется к местечку Тахову. Ну, а Альбрехт Австрийский вторгается в Моравию, которого желал контролировать полностью. Одновременно выступают селезские князья, которые осаждают город Немчу и двигаются к Жацу. То есть, три армии выступает. Их, конечно, не было даже всех вместе. Рядом 100 тысяч. Но это все равно очень большое выступление. При этом впереди шла пропаганда папская. То есть, там же недаром находился кардинал, который лично выступал гарантом папского слова. А папское слово это было простое. Полное амнистия. Вообще полное амнистия всем, кто прямо сейчас отойдет от чешской ереси. Ну, вы, видимо, заблуждались. А мы только сожалеем о заблудших наших овцах. Там тут же известная притча из Евангелия, что если у вас сто овец и одна заблудится, неужели вы не пойдете ее искать? Вот ее тут же применили по назначению. К чешским овцам. Да. И что характерно, крестоносцы на первых порах, из-за того, что рядом, конечно, был кардинал, вели себя крайне прилично. Опять же, никого не грабили, не насиловали, не жгли. Наоборот, кругом рассылались некие прокламации и манифесты. А Прокоп ответил своими манифестами. Потому, что вот чего, откуда он это выучился, но у него было полное понимание с public relations. Вот, полнейшее. Прокоп-то выступил с манифестом, который тоже имел абсолютно железный базис под собой логически. Вот, как написано было. Зачем вам нужна война? Разве для защиты имущества крестолюбивой разратной церкви, которая нарушает заповедь евангельской бедности стоит проливать кровь? Ну, и намекал на то, что, извините, как так получилось, что это ваши войска у нас в Богемии? Это вы так собираетесь Божий мир защищать? Это же вы к нам вторглись. Ну, и все вокруг крестьяне, посмотрите, это они к нам вторглись. Если что, они сейчас ведут себя прилично, так вы помните, как они вели себя прошлые разы. Может быть, вы уже забыли, но мы вам напомним. Поэтому во многом он папскую пропаганду парировал. Хотя, конечно, и не целиком. И вот подошли крестоносцы к Домашлице и осадили город. 12 августа Прокоп выступает на деблокаду города и уже 14 августа подходит к Домашлице. За деблокаду. Это какой-то прям суворовский марш конкретно, который в средние века очень мало кто мог делать. Крестоносцы, увидев Чехов, по старой схеме разбежались. Кардинал Чезарини ему, правда, говорили, что такое бывает, но он не верил. И тут он лично выступил в доспехах в епископской мантии вперед войска. А что-то вообще не помогло. В конце концов, Чезарини самому пришлось очень быстро бежать. Разбегаться. Разбегаться самому. Так как армия, выступавшая со стороны Германии, была в самом деле серьезной, там в любом случае счет всех комбатантов шел за 10 тысяч. Плюс из них огромное количество всадников. Там взяли до 2000 вазов и 300 единиц огнестрельного оружия в брошенном обузе. Вот это да. То есть, такое впечатление, что когда они приходят воевать, они какие-то подарки что ли приносят? Может, вы не охотники? Подгон, да. Тут же после этого развернулись в сторону Силезии. Потому, что силезские войска осадили город Немчи. То же самое. Силезцы тут же соединили. Тут же отвалили из военной кампании. Ну, и дальше что? Дальше пошли на епископа Альбрахта, который в это время устроил террор в Моравии. Бежать пришлось до самого Дуная и быстро бежать через Дунаю. Чтобы его просто не поймали. То есть, Пятый Крестовый поход тут же буквально обрушился. Вот он начался и все. Его уже и нет. Все три армии разогнали. Раз, два, три. Вот так вот. Конечно, все это, с одной стороны, было крайне на руку. Потому, что опять победа. А с другой стороны, все страны, рядом которые только были, получили... Настолько мощный заряд гуситской пропаганды, подкрепленный конкретными успехами, что начинало полыхать в 32-ом году даже в Германии. Начинается восстание Врейнской области. Причем, восстание Врейнской области, оно было не только крестьянским. Оно было еще и городским тоже. То есть, там какие-то начинались появляться аналоги собственных гуситов. Вот эта революционная ситуация в одной стране так действует на всех соседей. И таки нужно было чего-то решать. Да, конечно, на данной местности регулярные войска феодалов довольно быстро разогнали крестьян. Ну, так это же не значит, что они снова не восстанут. А может быть, на помощь к этим крестьянам придет регулярная армия уже гуситская. И что с ними делать? Потому, что мы только что попытались. Очередной раз.